Всем приветики! Я решила снять это видео, можно так сказать, поставить уже окончательную точку, потому что он меня смотрит, он за мной следит, можно так сказать, но ничего нету и не будет в дальнейшем. Я не буду говорить слово никогда, я скажу слово совсем не будет. Это в адрес бывшего. Что такое, почему я решила? Да мне это все надоело. Отпишись от меня, хватит меня смотреть, хватит за мной следить. Одна твоя подписка мне погода не делает, на меня подписано много людей, и многие подписываются, и большое им спасибо. Нравится, наверное, мой контент, заходят мои видео. Но это мое, это не чье-то, не для кого-то, это вот мое. Я творческий человек, я раньше не могла развить эту черту в себе, в своей жизни, вообще никак, потому что я, мне, как бы, у меня были ограничения в этом. Я была замужем, да, вот так. А как развелась, я болела, а потом вот сейчас у меня канал с нуля, и он неплохо идет. Ну, не знаю, кому не нравится, отписывайтесь сразу. Я плакать не буду, честно. Вот, хотелось сказать, пояснить. Сейчас впереди праздники. И у меня, и вообще праздники. То есть новогодние праздники, и все в этом роде. И у детей, и у меня там праздник, днюха. Ну, я не хочу никого из чужих видеть на своем дне рождении. Или чтобы в этот день они попадались в поле моего зрения. Я не хочу этого. Мне не нужны ни розы, ни цветы, ни подарки, ничего от него, от бывшего. У меня есть от кого получать подарки. Есть от кого. Мне он не нужен уже. Сейчас скажу. Вот знаете, поначалу, да, потом сделал такой выбор, просто захотел уйти, показаться слабым. Я типа вот, мне трудно жить с инвалидом, но прежде чем делать ребенка, вот его я помню только в качестве того, что он является отцом для моего ребенка. Все. Ребенку уже шесть. Ну, да, он отец, да, выполняет какие-то обязательства, алименты платит, ну, небольшие, ну, какая разница? Как говорится в пословице «Сдранной козы хоть шерсти клок». Мы независимы от его алиментов. Они копеечные. Независимы от его подарков. Ребенок купается в игрушках. И в данное время он еще цены игрушкам не знает. Ему что из Икспрайса привези машинку копеечную, что купи через интернет дорогую. Он разницы не видит. Я им покупала дорогостоящие игрушки, а ему все равно. Новая и новая. Новая лучше старой. Вот так. Он маленький еще. подрастет больше. Там он уже будет ценить игрушки и деньги, и знать, что вот это дорого стоит, вот эта вот фигня. И все такое. Сейчас он жвачки из магнита, из автомата рад. Потому что он маленький. И все. Ну, опустим эту тему. Я когда поняла, что между нами ничего нет и не может быть и не будет в дальнейшем. Вот для себя. Я про себя говорю. Поняла я это, по-моему, когда вот он принял бывший такое решение уйти. Ушел. И через какое-то время он приехал с ребенком. Ребенок был одет ужасно. чтобы я одела ребенка. Мать его. Я. А он папа. Он этим не занимался. Видимо, денег жалко было. Или не было. Жалко было, скорее всего. Вот. И что еще? Он сказал так, что поех... Нет, Илья. Я не помню уже точно. Поехали вместе и оденем ребенка. Я говорю, не вопрос. Поехали. Я уже тогда была, стала инвалидом. И на коляске. А так как я жила еще тогда отдельно от родителей, там вообще никак не оборудован дом к инвалиду был. Он просто так оставил меня. Детей тоже позабирали потом через суд. Я решила эту проблему. Но не суть. Суть в том, что он взял меня на руки и на руках отнесся, посадил в машину. На руках. Я была с ним близко, вот, щека к щеке. Но вы представляете, да? Я ничего не почувствовала. Я ничего не почувствовала. Он стал уже в тот момент для меня чужим. Чужой человек. Так же, как и сейчас. Вот ездию я, допустим, куда мне надо, если никого дома нету, там отец на работе и все в этом роде, на такси. Если мне надо, я поеду на такси. Таксисты тоже хорошие люди. Мир не без добрых. Они помогают. Кто просто помогает, чтобы мне как бы не страхово было, там пандус у нас здесь очень крутой. Вот. Кто скатывает на коляске, кто на руках несет. Ну да. Ну это, это естественная помощь. Это мир не без добрых людей. И все. А вот бывший он стал для меня чужим. А в детстве меня мать учила. С чужими разговаривать нельзя. Нельзя. И вот я единственная, почему снимаю видео, потому что праздники впереди, повторяюсь. И я не хочу, чтобы праздники эти были испорчены. Ни для меня, ни для ребенка, ни для детей. Надо там что-то, захотел привезти ребенку, привези и иди дальше. А что-то ко мне вообще никак. Вообще никак. Ты чужой. У меня уже есть и любовь, и любимый человек. А ты чужой. Потом занята тихо. Через пять минут вот. И поэтому отпишись лучше. И не смотри меня. Не порть ни себе жизнь, ни мне, тем более, ни детям. Живи сам. Живи. Ищи себе другое. Мы уже в разводе. Мы уже никак обратно не сойдемся. Никак не пойду я с тобой в ЗАГС повторно. Я вообще с тобой никуда не хочу. Не идти, не видится ничего. Ты уже все, пройденный этап, прошлое. Не знаю, как и что. Может, какие-то высшие силы, не знаю. Может, Бог. Вот, когда вот это все произошло, я всех своих бывших забыла. Как будто кто-то мне закрыл вот так глаза, чтоб я, наверное, не расстраивалась и выжила. И они приезжали ко мне и суды были, а я не знала, кто это приехал. Я их не помнила. Вот так же его. Вот я помню на том уровне, то, что он является возьми хомяка, поиграй, пока можно. Он вылезал. То, что он отец моему ребенку. Все. Все. Больше ничего. Сказать, что я там какие-то чувства испытываю, думаю, переживаю, скорее он. Я нет. У меня есть любимый человек. Как мне громче это крикнуть. У меня есть. Я с ним счастлива. Я не живу. Я не хочу ни с кем жить. Это мое решение. Но со своим любимым человеком мы счастливы. Мы дышим в одном направлении. мы любим друг друга. Ну, как-то так. А в прошлое я не хочу ни возвращаться, ни даже смотреть, ни даже поворачиваться в то направление. Понимаете, как? Вот было и прошло. Было по-всякому. И больно было, и плохо было. Ну, я смогла пережить и начать идти в новом направлении, а не оборачиваясь назад и думать, ой-ой-ой, ай-ой-ай, мне бы вот замуж вернуть бывшего там и все такое. Нет, мне не надо. Я сейчас только обретаю себя, понимаю себя, чего я хочу, как я хочу, когда я хочу и что мне нужно. Но тогда нет, тогда я о себе даже не задумывалась. Вам что, медом намазано? Поэтому я говорю резко, не порть нам праздники, отпишись от моего канала, вообще отпишись. Мне не надо, чтобы за мной кто-то следил. А слухи, которые там пускали, говорили, да мне плевать. У кого что болит, тот о том и говорит. А у меня все хорошо. А у вас в квартире газ есть? Угу.